Золотой на закате, кофейный в туман, шоколадный на фоне белого снега. Так завлекали покупателей продавцы ЖК «Дыхание». Гамма оттенков достигается благодаря стимолиту, окрашенному стеклу, из которого выполнен фасад. Но после сдачи дома он стал трескаться. А с ним и надежда жильцов на премиум жизнь. Стёкла сыпятся с высоты 80-90 метров. Застройщик такой эффект называет не то заводским браком, не то преждевременным старением. Превышение в стекле сульфида никеля, да, ещё раз говорю, проявляется только в период старения. Дизайнерский фасад таит ещё одну угрозу. Он плохо держит тепло. Жильцы мёрзнут, балконы текут. Жилищный комплекс «Дыхание» сдали в 2017 году. Но вздохнуть спокойно его жители не могут до сих пор. Мы получаем квитанции сейчас на машиноместо в 16 квадратных метров, ну, примерно на 5000 рублей. Но и за такие деньги по весне на парковке жильцов ожидают неприятности. Вот эти все зоны у нас активно текут, и они практически по всему периметру. Но главное, что расстраивает собственников, отсутствие права голоса. Большинство всегда у застройщика. Если мы не запретим застройщику на общих собраниях голосовать своими площадями, то эта ситуация не изменится в принципе. Жители уверяют, что с ними никто не встречается. В управляющей компании не соглашаются. Более того, утверждают, что именно на одном из таких собраний собственников и были утверждены завышенные тарифы. Когда вместо 80 рублей за квадратный метр жильцы якобы согласились платить 100. Три дополнительных услуги. Это 13 рублей за охрану, 3 рубля, если не помню, не изменяю, за консержей, 2 рубля за обмытьё фасадов. Изначально, правда, речь шла о другом, на чём и акцентировал внимание застройщик. Стоимость обслуживания за метр квадратный будет 80 рублей. В это будет входить всё, да, включая консьерж, сервис охрану, эксплуатированные кровли. Выяснилось, что 6-метровые тюли и шторы в холле, мраморные полы требуют дополнительных трат. Полноценный дом премиального класса. Да, это дорого стоит, но на Мерседесе или на Майбахе тоже не дёжево ездить. Жители понимают, что вместо дома повышенной комфортности получили красивую обёртку, а в качестве начинки букет пока не решённых проблем.